Увеличилось количество привлечений граждан за курение в лифтах и в подъездах многоквартирных домов. Если в прошлом году мы 12 гражданов за это привлекли, то в этом году уже 22 гражданина. Причем есть и случаи повторных, когда уже привлекали, но все равно гражданин продолжает курить и жалобы на него поступают, привлекаем повторно. Вообще по этой статье 6.24 КОАП много органов, которые составляют протоколы и рассматривают дела о таких правонарушениях. И все зависит от того, где ты куришь. Вот если ты куришь в лифтах или в подъездах, то такие протоколы вправе составляет жилищная инспекция и, соответственно, рассматривает дела. Вот я рассматриваю такие дела и решаю привлечь или не привлечь к ответственности. Но, то есть обращаться в принципе можно к нам, можно обратиться в полицию. Это даже, наверное, будет более действенное. И мы с полицией уже давно наладили взаимодействие, потому что у полиции есть право выйти, пройти по соседям, истребовать паспорт, взять объяснение. И, как правило, на основании этих материалов происходит более эффективное взаимодействие. То есть нам приходит полный материал уже дела из полиции, где взяты пояснения у того лица, который сообщил о факте курения, установлено лицо, которое реально курило, взяты объяснения еще у соседей, то есть у каких-то свидетелей. И, в принципе, готовый материал мы просто уведомляем курильщика о том, чтобы он приходил на протокол, и потом рассматриваем дело и выносим постановление. И, в принципе, пишет, что он, пока я вам позвонила. Верно. Да. Вот и абсолютно по-другому обстоят дела гораздо сложнее, когда просто гражданин пишет, допустим, в жилищную инспекцию. Во-первых, позвонить. Мы, конечно же, не пожарная служба и не скорая помощь. Мы тут же, не надо ждать, что мы тут же выйдем, пока курильщик ваш не успеет потушить сигарету. И тем более, если вы, ну не вы, а тот, кто сообщает, не укажет какие-то данные, которые позволят нам установить личность, то это, конечно, практически невозможно. То есть можно обращаться, и мы оштрафуем это лицо, только если будет достаточно лучше сфотографировать. Можно видеосъемку. Сейчас у всех есть телефоны, и заснять можно, да? А если иметь такое желание наказать своего соседа, да, и вы знаете, кто там живет, где живет, и ваши соседи, допустим, готовы подтвердить, то тогда есть все шансы. Штраф от 500 до 1500 рублей.